Всем привет! Меня зовут Айгерия Мирлановна. Тема нашего урока номенклатура органических соединений. Разберем, что такое номенклатура. Номенклатура с латыни переводится как перечень наименований, то есть это определенное наименование, которое используется в различных науках. На данный момент, ребята, известна тривиальная номенклатура, то есть это название, которые устоялись. Допустим, уксусная кислота, щавелевая кислота, муравьиная и так далее. Существует радикально-функциональная номенклатура, то есть по составу. Еще существует системная номенклатура. Это наименование по наименьшему углеродному составу. Но на данный момент мы придерживаемся номенклатуры именно по международному союзу теоретической и прикладной химии. Называется это у нас IUPAC. Кстати, на русском точно так же. Правда? Пишется IUPAC. То есть мы применяем именно международную стандартизацию для того, чтобы понимать о чем идет речь. Именно состав веществ мы всегда будем называть по номенклатуре IUPAC. Теперь, ребята, как мы уже разбирали, самое главное является именно алканы, потому что они представители насыщенных углеводородов. И исчисления мы всегда берем именно из алканов. Первый представитель это метан. Второй представитель этан. третий пропан. Четвертый бутан. Пятый представитель. Пентан. Шестой. Гексан. Седьмой представитель у нас Гептан. Восьмой представитель. Октан. Девятый представитель. И десятый представитель. Декан. 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 Держит в себе окончание an. То есть все эти представители имеют в составе окончания an. И мы понимаем, что речь идет о классе алканов. То есть их номенклатура схожа. Теперь поговорим о алкилах. Что такое алкилы? Если у одного алкана отнять внешне один водород, то мы получим с вами одновалентный радикал. То есть их общая формула R-связь. Допустим, алкилы. Значит, представители будут иметь суффикс "-ил". Метил. CH3. Связь. Соответственно, следующие ребята также. Этил. С2. H5. Связь. Пропил. С2. Так. Извините. С3. H7. Бутил. С4. С3. H9. Далее прописывать, ребята, я не буду, так как системность повторяется. То есть ко всем основным названием добавляется окончание "-ил". Соответственно, речь идет о алкилах. Последующие они будут иметь такую же формулу. То есть на один водород меньше по сравнению с классом алканов. И окончание у них будет "-ил". То есть пентил с отсутствием одного водорода. Это C5H11. C6H13 будет гексил, гептил, актил, нанил, декил. То есть оно будет продолжаться. В зависимости от количества алкильных групп в формуле мы применяем исчисления такого рода. К примеру, один. В формуле мы называем моно. Но очень редко мы применяем именно это слово. Обычно мы его пропускаем. 2 будет D. 3 так и будет. 3 приставка. 4 тетра. Итак, что это значит и к чему это было сказано? Я возьму, ребята, для примера только углеродную цепь. Допустим, у нас формула. Основная цепь состоит, пускай у нас из 5 углеродов. И еще один. Я добавлю один метильный радикал. Сюда и сюда метильный радикал. И один этильный радикал. Соответственно, у нас у всех должно быть по 4 валентности углерода. Здесь одного достаточно. Также одного. Но здесь 3. Давайте назовем это вещество по номенклатуре ЮПАК. Первое, что вы всегда должны делать, ребята, это выявлять самую длинную цепь. Для этого вы должны считать. Счет начинается с той стороны, где больше всего идет разветвление. Обратите внимание, у нас разветвление как слева, так и справа. Поэтому без разницы, с какой стороны начнем. Это у нас будет первый, второй углерод, третий, четвертый углерод и пятый углерод. Мы можем также посчитать. Смотрите. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Также длинная цепь из 5 углеродов. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть самое главное найти самую длинную цепь, ребята. Далее. Начинаем назвать. Первое мы должны назвать основную цепь. Она состоит из 5 углеродов. 5 углеродов это у нас пентан. Радикалы у нас всегда пишутся перед названием. Итак. Радикалы у нас, обратите внимание, один радикал. Второй радикал. И вот еще третий радикал. Радикалы мы будем называть в алфавитном порядке. То есть метильные радикалы и этильный радикал. Соответственно, мы начнем с метилов. Обратите внимание, ребята, метилов у меня два. Соответственно, я ставлю еще и приставку «Ди». И будет название у меня «Диметил». Указываю локацию каждого метила. То есть метильную группу. Он находится у второго и у четвертого. 2,4. И ставлю тире. Это обязательно, ребята. Далее идем. У третьего углерода у меня есть этильная группа. Я ставлю 3. И, как я уже говорила, моно мы иной раз игнорируем. Можем его не ставить. И ставим 3-этил. И, кстати, название пишется, ребята, слитно. Вот здесь ничего не будет. Теперь. Вот мы дали название веществу по международной номенклатуре ЮПАК. То есть мы назвали основную цепь, опираясь на цепь гомологический ряд алканов. Назвали радикалы и их местоположение. Ребята, является основным именно указывать, где находятся радикалы. То есть если вы дадите название, где отсутствуют цифровые значения, просто диметил-3-этилпентан, то это название будет считаться ошибочным. Вы не указали, где находятся метильные радикалы. Они могут находиться как у второго, так и в разных местах точно. Поэтому, ребята, нужно всегда указывать точное место расположения. Теперь идем далее. Следующее, то что я хотела с вами разобрать, это классы алкенов и алкинов. Алкены мы возьмем, давайте с вами, с третьего представителя. Наполняем водородами. Это у нас пропен. Дальше. Бутин, пентин я напишу в сокращенном виде. F8, IC5, H10. Это у нас бутин. Это пентин. Обратите внимание, опять-таки, ребята, окончание йен, оно в конце появляется. Что это значит? Это наличие двойной связи. То есть соединение, в котором присутствует двойная связь, она именно обозначается появлением суффикса в конце йен. Теперь давайте здесь разберем для примера бутин. Я напишу скелетную формулу. Обратите внимание, ребята, состав одинаковый. Количество двойной связи одинаковое. Но в чем разность? В расположении именно двойной связи. Соответственно, эти два вещества будут являться двумя разными веществами. То есть они обладают разными физическими и химическими свойствами. Теперь, счет откуда начинается? С той стороны, куда ближе всего функциональная группа либо разветвление. Функциональная группа ближе слева. Начнем отсюда. Раз, два, три, четыре. Здесь раз, два, три, четыре. Также можно и отсюда начать счет. В принципе, это не будет иметь значение. Числовое значение мы ставим от исходящего. То есть, если мы счет ввели слева, то, соответственно, исходящий будет второй. Теперь здесь название первого вещества будет Бутен 1. Название второго вещества Бутен 2. Ребята, смотрите, так как это окончание, оно находится в конце, цифра также ставится в конце. То есть мы указываем, что двойная связь находится у второго углерода и у первого углерода. Перейдем далее. Следующий класс соединений – спирты. Первый представитель спиртов – это у нас метанол. Ребята, по международной номенклатуре спирты класс называют по-другому алкоголь. Класс алкоголев. Поэтому появляется окончание вот именно all. Метанол. Следующий представитель у нас будет. Этанол. И также, ребята, обратите внимание, в конце мы прибавляем окончание all к группе алканов. И, соответственно, еще и функциональной группой получаем новое органическое вещество. Итак, класс может разрастаться так. Метанол. Этанол. Далее идем. Пропанол. Бутанол. Пентанол. Гексанол. И так далее. Вот здесь, ребята, очень ярко можно именно увидеть радикальные названия. То есть метанол по радикальной номенклатуре будет называться метановый спирт. Тривиальное название метанола – древесный спирт. То есть речь идет об одном и том же веществе, только называется по-разному. Поэтому мы и перешли в систему UPAC. Следующий класс веществ – это альдегиды. Альдегиды. Как мы знаем, ребята, альдегиды имеют в составе карбоксильную группу. И появляется окончание – аль. Первый – метаноль. Следующий – эй-тональ. Есть, ребята, один момент. Счет идет именно с углерода, который входит в функциональную группу. То есть он будет считаться первым. Первый – второй. Будьте внимательны, потому что чаще всего именно ошибка начинается в том, что некоторые считают именно с радикала 1. Это неправильно. Счет всегда будет идти от первого углерода в функциональной группе. Это закон, ребята. То есть здесь мы не придерживаемся разветвлений. И еще окончание – аль. Характеризует, что перед нами альдегиды. Следующий класс веществ – это карбоновые кислоты. Карбоновые кислоты имеют в составе C2O и OH группа. Мы соблюдаем ту же, ребята, системность. То есть метан, этан, пропамбутан. Только добавляем уже окончание. ОВАЯ кислота. То есть функциональная группа плюс алкил мы получаем. Первое, допустим, метановая кислота, этановая кислота, пропановая кислота, бутановая кислота. И счет будет идти от первого углерода. Сейчас, к примеру, вам приведу. Вот. ОН и этановая кислота. Метановая кислота и этановая кислота, ребята, опять-таки счет идет от углерода, который находится в функциональной группе. То есть вот это у нас класс карбоновых кислот и их номенклатура. Сегодня мы с вами изучили алкены, алкилы, карбоновые кислоты, альдегиды, спирты и их номенклатуру. На этом я завершаю наш урок. Спасибо за внимание. Если у вас еще остались вопросы, оставляйте их внизу в комментариях. Всего доброго. Привет, привет. Пока. Пока. church т.